Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Всех вас поздравляю с наступающим праздником Успения Пресвятой Богородицы. В прошлом году у нас были гости из Екатеринбурга, из фонда НИКО, которые занимаются нарко- и алкозависимыми. И у нас был цикл встреч с ними, цикл передач, где мы говорили о зависимости, но тема, безусловно, остается актуальной и тема, безусловно, обширна. Так что не вмещается она в рамки и трех передач даже. Поэтому мы вот сегодня решили продолжить этот разговор, но с нашим уже самарским экспертом, психологом Павлом Кореньковым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, добрый день. Мы лишь широкими мазками в тех передачах поговорили о зависимости и со-зависимости. Хотелось бы эту тему продолжить, потому что в тех передачах мы как-то пытались в большей степени сделать уклон в сторону, может быть, именно химических зависимостей. Для наших телезрителей мы проясним, что есть зависимости химические и нехимические. Нехимические зависимости – это как раз наркологические, алкогольные. Ну, от веществ. От веществ, да. И нехимические есть зависимости, которые тоже сейчас набирают бурный рост. Это интернет-зависимость, это трудоголизм, ну и так далее, и так далее. Вот мне бы сегодня хотелось начать наш, опять же таки, цикл встреч с фразы «Ни во святых, ни отца, и ни нашего Германа Гесса», который говорил так. «Свобода наша выражается лишь в выборе тех зависимостей, которыми мы становимся зависимы». Вы согласны с этой фразой или нет? Нет, я вот, ксегорически, не согласен. И мне вот эта какая-то вот обреченность, которая умеет чудиться в этой фразе, она прям угнетает. Это совсем не так. Вот. Понятно, что она такая яркая, она бросается, как «ну я, нет, не согласен, не согласен как-то». Ну и внутренне, интуитивно, вообще никак не согласен, что... То есть, вот, ну я вот этой цитатой-то попытался, наверное, задать тон для сегодняшней и дальнейших наших бесед, потому что ходит, ну такое расхожее мнение, что независимых людей, в общем-то, не существует. Все мы в той или иной степени зависимы. Либо мы выбираем сами эту зависимость, либо мы становимся, ну, условно говоря, каким-то таким инструментом безличностным, каким-то, да, в руках кого бы то ни было, являясь, опять же таки, зависимыми. Вот мы постараемся осветить, рассветить красками вот этот термин зависимости. Ну и для начала, наверное, опять же, следует разобраться с дефинициями. Вот. Многие психологи, например, не любят термин зависимость, они любят термин аддикция, вот, который введен, по-моему, насколько я помню, в девяносто первом году, вот, нашим психологом, вот, фамилию имени, не помню. Вот. Короленко. Вот, да. То есть, нужно ли, то есть, какой термин приемлем для вас, ну и давайте тогда раскроем, в чем он заключается. Охотно, да, охотно готов я. Понятно, что это мой подход, он через призму практики, опыт какого-то зависимости, нет хороших зависимостей, нет, зависимость всегда деструктивна. То есть, вот, и это вот определение, да, там, аддикция, зависимость, это не так принципиально. То есть, вот, как ни назови, хорошей зависимости не существует. Вот здесь такой момент есть, существуют потребности у каждого из нас, да, вот, мне так проще понимать, и я в своей работе часто использую, что вот удовлетворение нашей потребности, ну, например, потребность в чем? Есть потребность, там, в еде, в питье, ну, такие самые, там, базовые, да, там, в том числе. Удовлетворяя потребности, человек развивается. Если человек начинает, скажем так, удовлетворять зависимость, он деградирует. Это однозначно, и нету здесь полутонов. Вот прям, это вот очень важно понять, что нам кажется, что вот, там, мы зависимы, там, от чего-то, да, но, например, от воздуха. Мы не можем без воздуха, это потребность. Вот так вот, понимаете? И это прям принципиально. То есть, зависимость, она однозначно всегда деструктивна. То есть, если человек начинает, ну, скажем так, удовлетворять, да, работать на зависимость, какая бы она ни была, там, химическая, игровая, это всегда, может быть, не быстро, может быть, не так заметно, да, но это всегда разрушение, всегда деградация, как психических каких-то моментов, ну, там, аспектов психики, да, так и социальных, и телесных в том числе. Ну, с другой стороны, вот, даже из того, что сказали вы сейчас, получается, что все-таки мы зависимы от удовлетворения своих потребностей, вот, то есть, мы зависимы от, даже вот от такого, как работает в нас инстинкт самосохранения, да, это же не только сохранение жизни, как вот именно жизнедеятельности, но и жизни в ее полноценности. То есть, мы, у нас есть потребность, например, в удовольствии. Мы хотим удовольствия, и мы всячески стремимся избежать неудовольствия. Если это только, скажем, это неудовольствие, не служит ступенька к еще большему удовольствию, например, да. Вот, отец, смотрите, Сергей, вот, понятно, что вот я как-то начал там с потребностей таких, ну, как вот, базовых, витальных, которые есть, в общем-то, у человека и животных. У человека, конечно, это чуть-чуть и мы шире. Потребности есть, ну, так называемые, социальные, духовные уже там, в самореализации. Потому что потребность удовольствия, она, конечно, мне кажется, вплетается в какую-то вот, в потребность самореализации. И удовольствие, это тоже такое какое-то очень для себя, например, удовольствие, там, ну, я не знаю, там, ну, одно что-то, да, а для меня, там, сходить в театр, да, а для кого-то сходить, там, на футбол, ну, так, если очень просто. И то, и то действие, да, ну, какое разное, то есть через какие-то такие, для кого-то книгу прочитать, для кого-то, там, послушать песню, ну, там, Михаила Круга, например, да. И, вроде бы, и то, и то действие какое-то. То есть здесь, вот, переходя к этому вопросу сложному, это, конечно, про выбор какой-то, да, про выбор, потому что, вот, мы говорили там про свободу, да, я вот через такое какое-то вот определение хотел бы, свобода, это всегда выбор какой-то, это выбор, ну, не хочется сказать выбор ответственности, но это, наверное, как-то будет слишком прям, ну, да, хотя вполне можно, это всегда выбор ответственности какой-то, потому что, когда нет выбора, тогда не свобода. Вот зависимость – это всегда не свобода, потому что в зависимости нет выбора. Человек, ну, там, попадая в зависимость, он там не выбирает уже. То есть, это вот одно из определений зависимости, да, ну, характеристика – это наличие так называемого, ну, компульсивного влечения. То есть, если простыми словами говорить, то влечение, которое не поддается контролю, ну, там, разума, сознания. То есть, человек понимает, что ему не надо, ну, например, если прям очень сужать, пить сегодня, там, у него завтра важная встреча, он понимает, он дает себе в этом отчет. Для него это не является какой-то там тайной секретом. Ну, он идет и пьет. То есть, там, занимает деньги, там, ворует. Вот про это, про то, что там уже нет контроля. Вот. Вот это очень… И любая зависимость, если мы говорим именно про зависимость, да, выраженную, она всегда имеет определенные характеристики. И отсутствие контроля, да, неважно, там, в объемах выпитого, там, в поведении, оно всегда нам, ну, особенно если мы со стороны смотрим, всегда это очень заметно. Это очень заметно всегда. Даже, может быть, со стороны это ощутимо заметнее, чем самому человеку. Потому что у него там искажается реальность, ну, там, ну, это уже там отдельная тема для разговора, да, что вот отрицание зависимости зависимым человеком – это, скажем так, ведущий симптом этого заболевания, если говорить словами медицинскими. Ну, вот, и, естественно, продолжением каким-то вопросом, и этот вопрос я задавал нашим екатеринбургским друзьям, но я думаю, будет не лишним услышать еще одно экспертное мнение, а все-таки, каков механизм зависимости? Потому что вот, ну, я думаю, что вам известен Вячеслав Дубынин, вот, который является преподавателем МГУ, и у него сейчас огромное количество видеоконтента лежит в интернете, где он разговаривает о функциях мозга и о том, как функционирует в нас мозг, и, в частности, есть тоже, в том числе, и лекция про то, как разрушается мозг зависимого человека, в частности, да, вот. Так вот, он дает интересное определение зависимости и механизма зависимости, да, то есть то, как происходит в нас формирование зависимости. Он говорит, что грань-то очень тонкая между зависимым человеком и тем, что у него есть, ну, просто какие-то, ну, скажем, потребности, да, там, и так далее. И он реализует эти потребности. Вот давайте, может быть, я понимаю, что грань тонкая, но проведем эту грань посредством рассказа о механизме зависимости. Как вообще зависимость в человеке формируется? Да, вот это очень важный момент. Вот я бы, тут очень важно понимать, что знание и понимание этого механизма, да, являясь важным, оно не является определяющим. Ну, то есть вот я сейчас немного с другого начну, что вот часто профилактика всякая, там, ну, если говорить про химическую зависимость, она строится на том, что вот сейчас мы объясним, как плохо употреблять наркотики или алкоголь, да, вот там на пачках сигарет пишут, что курение убивает, да, и сейчас уже не просто пишут, там, ну, и давно уже там рисуют страшные рисунки, я, ну, это же вообще никого не останавливает. То есть само по себе знание этого механизма, оно, ну, не является определяющим. Потому что вот в этом парадокс заключается, что любой наркоман, ну, алкоголик, да, на определенном этапе развития, там, этого состояния заболевания, он прекрасно понимает, что это плохо. То есть он, ну, и охотно бы от него избавился, но не может, да, почему? Потому что вот есть уже, ну, как, скажем так, далеко зашел, и самостоятельно не получается оттуда выйти. А обратиться со помощью, это, ну, там, сложно. Ладно. Это вот такой аспект, что здесь, вот я сейчас к чему это говорю, что очень часто мы смещаем акцент с очень важных вещей, вот на объяснение, как это происходит. Вот там отсутствие, там, низкий уровень дофаминов, там, физиология. Это все есть, там, генетическая предположенность, и это важно знать. Но само по себе это знание, оно, как вот мы сейчас говорили, да, с вами, оно не определяет, не дает возможности человеку измениться. Тут должны другие механизмы заработать, что любой зависимый человек, ну, который вот достаточно далеко прошел по этой дороге, он качественнее, вполне любого, там, специалиста расскажет, как это плохо. То есть он это... И, наверное, даже как это формируется. Да, да, да. А формируется, ну, тут понятно. Ну, я тогда просто, прежде чем вы начнете отвечать, я уточню, почему я хочу. То есть я ни в коем случае не хочу сделать наши вот эти встречи как некой профилактикой, вот, потому что я с вами абсолютно согласен, профилактика, наверное, в первую очередь должна выражаться в правильно выстроенной социальной жизни, да, и то есть как человек в эту социальную среду погружен, помещен там и так далее. То есть здесь мы не переплюнем ни картинками на пачке сигарет, ни, там, скажем, рассказами о том, как это плохо, ту среду, в которой практически каждый день человек проживает свою жизнь. Мне скорее хочется вот сделать этот цикл встречи, цикл передач с вами неким таким антропологическим исследованием, потому что иногда человек, например, находясь уже в какой-то среде, не понимает, что вот еще один шажок, например, еще одно движение, и вот уже он где-то над пропастью воржи, да, вот, поэтому и другим просто было бы интересно, да, понаблюдать, например, выстраивая стратегию воспитания своих детей, как не сделать, например, не ориентировать их на созависимость, как и не ориентировать их на интернет-зависимость, как их, если не уберечь, то, по крайней мере, ну, выстроить определенным образом те социальные условия, в которых, например, ребенок растет. Поэтому это больше такое антропологическое теоретизирование, вот, и поэтому, мне кажется, все равно важно узнать, как все-таки механизм этот действует, с чего начинается. Хорошо, да, то есть вот тогда, вот совсем, как я это понимаю, да, есть, мы говорим когда про зависимость, да, чаще всего мы говорим про зависимость химическую, и в контексте этого зависимость с нами видится. Мне бы очень хотелось вот прям разграничить вот аспект физический, да, и аспект психологический. То есть физический аспект, как я уже говорил, это всегда, это очень ярко, это очень болезненно, очень наглядно, но это там, это прям процентов 10 от того, да, от вот этой... От общей картины. От общей картины, да, что кажется, что вот сейчас там человек, там, будучи в состоянии абстиненции, там, в ломке, мы сейчас ему поможем, как-то прокапываем, дадим таблетку, и он сразу выздоровеет и перестанет быть алкоголем. Это, к сожалению, не так. То есть первично всегда причины психические, да, ну, там, предпосылки формирования зависимости. Тут опять надо как-то издалека начать и сказать про то, что очень часто зависимость формируется в семье, да, в семье родительской. Есть такие даже термины, вот как семья дисфункциональная. Семья, ну, в противоположность, семья функциональная, да, если совсем просто говорить, семья здоровая, семья нездоровая. То есть какие вот, какие есть признаки семьи дисфункциональной или семьи нездоровой? То есть это когда не уважаются границы другого человека, ребенка, например, да, когда его, когда родители в ребенке, например, видят не личность самостоятельную, да, а просто как вот, ну, как некий объект удовлетворения своих там желаний, потребностей, если очень просто говорить, да, когда не дают ребенку возможности, вот опять же, того же самого выбора, да, когда у ребенка забирается самостоятельность. Ну, например, вот там, ну, опять же, это все очень взаимосвязано, то есть родители делают это не со зла, не потому что они там плохие, да, а, ну, скорее всего, потому что и в их семьях была, ну, там, может быть, еще более удручающаяся ситуация, да, и, конечно, они вот это все воспроизводят. То есть это когда, ну, если прям очень просто говорить, когда ребенку не дают возможности выбирать, например, вот мама тревожная очень, да, и она вот увидела, что там ребеночек пополз как-то, да, и она скорее там ему там это, ну, наколенники одеть, там, это же каску одеть, чтобы он, не дай бог, не ударился. Ну, если очень просто говорить, когда у ребенка нет возможности совершить ошибку, да, ну, какую-то такую разумную, конечно, он не получит опыта. И вырастая в такой семье, понятен сейчас вот про это. И тут, и как, или обратная ситуация, да, когда, например, ну, там, попустительство определенное царит, да, когда ребенку там позволено все, и нет четких определенных там, ну, границ. То есть такой вот очень важен баланс между заботой и контролем. Он, вот, как вот вы говорили там, да, про то, что это очень тонкая грань. И она правда же очень тонкая грань. Где там грань между заботой и контролем? Она же правда вот там в какой-то ситуации вот это правильно и это нужно сделать, да, там, не пустить ребенка на дорогу перебегать, да, а в какой-то ситуации его надо пустить на дорогу, потому что если, ну, не под машину, конечно, чтобы он перешел. То есть это вот, опять же, зависит от того, насколько там родитель, да, чуток, да, насколько он как бы к себе, в первую очередь, чуток, насколько он понимает. И поэтому они есть эти, в общем-то, вот, как я уже говорил, там, это отсутствие четких понятных границ, например, да, вот там, в отношении себя, в отношении с ребенком. То есть это когда нет возможности у ребенка проживать, проявлять свои чувства. В семье я говорю про ту среду, где часто формируется зависимость, закрытость определенная, да, то есть такие вот, как бы, это всегда чувствуется, это всегда чувствуется и членами семьи, да, на каком-то этапе. То есть, ну, вот мы сейчас говорим о детско-родительских отношениях, а есть ведь вещи, ну, например, жил себе мужчина, жил и никогда не думал, что станет алкоголиком, был профессором там каким-нибудь. Вот эта история крайне такая, частая, например, для 90-х годов, когда резкая смена режима, и те люди, которые двигали как раз вчера страну вперед, они оказались на обочине жизни, все эти инженеры, вся эта творческая, и не только творческая интеллигенция, раз как-то она оказалась на обочине, а вперед вышли, ну, там, условно говоря, бандиты, да, в малиновых пиджаках. И вот профессор жил и никогда не думал, что он будет алкоголиком, а оказавшись на периферии жизни, вдруг не справился с этим управлением, назовем это так, да, и потянулся к бутылке. В данном случае вот эту зависимость, она же не была сформирована или была в детско-родительских отношениях. Да, понятно, вот да, это очень важный момент, я бы не хотел, чтобы это звучало так, что вот всякий ребенок, выросший в такой семье, я как-то немного, наверное, схематично это озвучил, что это прозвучало. Конечно, и мы говорим про предпосылки, то есть это не то, что вот если у тебя там была, ну, там, у меня там была такая семья, и человек выросший в ней обязательно станет. Конечно же нет, это всегда, то есть вот этот тот некий внутренний психологический, психологические мышцы, да, вот, которые в идеале развиваются в здоровой семье, они, конечно, могут быть развиты и вне семьи, то есть уже потом своим человеком. И вот совершенно верно то, что вы говорите, да, вот о социальной катаклизме, ну, здесь вот очень важный момент, как относиться к этому. Конечно, это трагедия была, ну, вообще весь, там, если как-то вот так масштабно мыслить, весь, там, 20-й век, да, для нашей страны, это там, в каком десятилетии, ну, там, 20-летия не было трагедии. То одна война, вторая война, там, революция, там, граждане, ну, это же вообще, ну, удручающая картина такая, то есть если взять, там, ну, там, травматизация психики, да, ну, или в общем общество, оно же колоссальное, оно зашкаливающее, то есть, и, конечно, вот, уход в зависимость как реакция на стресс, она тоже имеет место быть, даже если человек вырос в невероятно здоровой семье, да, там, и он был крепок и силен, а потом на каком-то этапе, ну, не справедливо, да. Ну, это опять же вот про выбор, про то, что человек либо, это вот как вот и с заболеваниями, там, онкологическими, например, да, то есть на каком-то, в каком-то случае человек борется, да, зашкал, ну, как вот не то, что там сидит и борется, да, как некая внутренняя работа происходит, и люди могут справляться, а некоторые опускают руки, ну, и сгорают. То есть это как отношение к себе в первую очередь, да, которое одного человека подтолкнет к ярко-выраженной зависимости, а другого человека... Ну, вот о предпосылках хорошо, мы о некоторых предпосылках сказали, наверное, все-таки даже для, получается, и для этого профессора тоже есть некие предпосылки, может быть, в детско-родительских отношениях, когда предел прочности просто, да, в него заложен, ну, там, скажем, не на 100%, а на 80%, и он никогда не сталкивался с теми ситуациями, которые будут проверять его на такую прочность, и как только там, условно говоря, предел прочности переступил некий рубеж, некую точку невозврата, он уже и не знает, что с этим... Вот можно, например, еще у меня мысль достигла? И вот, ну, опять же, мы как вот абстрактного профессора говорим, ну, мне вот как-то так это показалось, ведь вот очень часто... Ну, я опять же как-то, я в то время так мало застал, конечно, ребенком еще, но вот эта ориентация на такую ценность, что вот там я профессор, и я там, ну, то есть как бы вся значимость человека сконцентрирована только там, ну, на звании, например, да, там, или на каком-то вот трудовом успехе. Конечно, когда это вот, ну, по каким причинам человек убирается, даже, может быть, не на сломе какого-то вот строя, там, режима, да, а просто, например, там ушел, может быть, он сохранился бы в Советский Союз, и он просто, уйдя на фенсию, не получая того, ну, там, не знаю, там, ну, там, внимания какого-то, он бы тоже бы ушел туда, да, когда человек вот не имеет какого-то этого внутреннего... Ну, да, вот то, что психологическими мышцами можно назвать, да, там, духовного какого-то, когда, понятно сейчас, о чем я говорю, да, он, конечно, отсутствие этого внешнего заставляет его там, ну, упасть, да, потому что он поддержку ищет не в каких-то внутренних вещах, да, а именно вот во внешнем. Ну, это, конечно, никак, ну, это было очень тяжелое время, то есть, объективно, это было тяжелое время, и там даже очень сильные личности, они, ну, ломались, потому что, правда, это там, ну, вот же есть там такая поговорка, что там, не дай бог тебе жить в эпоху перемен, что это очень, это очень тяжело, особенно там, вот, я вот сейчас там как-то, вот у меня там дети, да, и я понимаю, там, люди жили-жили в каком-то таком государстве, где было все очень понятно, в принципе, да, и потом раз, и оказывается, это же, ну, ну, нет необходимости делать все равно. И выбирать. Да, да, да. И выбирать. Ну, потихонечку время нашей сегодняшней встречи, сегодняшней передачи подходит к концу, мне бы хотелось некое многоточие поставить, как бы резюмировать, и, может быть, мы об этом как раз продолжим говорить в следующий раз, может быть, с акцентуацией не на слове «зависимость», а именно на слове «свобода», да. Вообще, мне, вот, из сегодняшнего нашего разговора, мне показалось самым важным, что человек своею зависимостью формирует некую реальность вторичную, вот, в которой он либо не испытывает стресса, либо не испытывает тревоги, либо он чувствует, реализует свою потребность в защищенном таком состоянии, да, то есть он защищен, он может не выбирать, потому что, опять же, те же клинические психологи говорят, что огромное количество сил мы тратим именно на сам выбор, да, то есть, о какой случай, какой вариант лучше всего, и какой выбрать, какой меня приведет к счастью и радости. И для того, чтобы избежать этой трудной необходимости выбора, да, мы, в общем, уходим в какую-то реальность, где этот выбор не нужен. То есть, вот, об этой дополненной реальности, может быть, даже вторичной реальности, да, которую человек формирует своими зависимостями, мы, наверное, поговорим уже в следующий раз. Прямо минутку можно еще? Да. Сергей, вот вы очень прям точно сказали про, прям вот невероятно точно про эту вот вторичную реальность, просто вот для зависимого человека эта реальность, она не вторична, она единственная первична, и он в ней, вот, ну, зависимый человек невероятно эффективен. То есть, вот, в добыче денег, в обмане всех и вся, то есть, он, вот, ну, это, он там настолько искусен, что он практически не проигрывает. И ему вот поэтому еще бывает очень сложно от этого отказаться, потому что здесь, ну, там, вот в какой-то, в обычной жизни, да, он этой эффективностью, конечно, ну, не может воспользоваться, потому что там другие действуют механизмы. То есть, он, вот, вот... И социальные законы. Да, 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 да. То есть, а там он... Ну, вот здесь вот мы поставим многоточие, и об этом поговорим в следующий раз. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся до следующего вторника. И я обращаю ваше внимание, что у нас немножечко с сентября поменяется время. Мы будем выходить на час раньше, в 19.30. Смотрите нас во вторник. Храни всех вас, Господь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова